Сегодня я расскажу, как любому чайнику стать инвестором и что это такое на самом деле. Всем привет, меня зовут Ксения и наверняка большинство из вас натыкались на фразы по типу «инвестируй», «покупай активы», а не пассивы, «надо инвестировать», «инвестировать», «тамтыры, пыры, растопыры». То есть все вы слышали, но не все понимают, что такое инвестировать и как это делать, что это вообще за зверь. Многие люди такие, да, да, надо инвестировать, да, я буду, но не знают алгоритм действий, вообще, что с чем едят. Я не знаю, я ничего не знаю. Поэтому я сегодня постараюсь максимально простым языком вам рассказать вот эту вот начинку, что же это такое. Акции, как там стать совладельцем крупной компании и все такое. Если у вас уже огромный опыт, если вы уже инвестируете, я не думаю, что вам будет интересно это видео. Но если вы только начинаете двигаться на Олимп к успеху в этой сфере, тогда досматривайте обязательно до конца, чтобы не упустить никакую мелкую деталь. Вот, а еще у меня есть второй канал, где я обучаю торговать на бинарных опционах. И, кстати, навыки, которым я обучаю, очень помогут в инвестициях. Переходить по ссылочке, смотрите. Ладно, давайте переходить к сути. Что такое инвестиции, почему, для чего вообще? Я не буду вам рассказывать тысячу там мотивирующих историй, для чего вам это надо, какие великие люди этим занимаются. Вы все уже это все прекрасно понимаете. Я вам скажу только лишь одно. Если вот есть банковский вклад, куда вы кладете там примерно 5-6% годовых, это даже не покрывает инфляцию. Потому что реальная инфляция, настоящая в стране, намного выше. А инвестиции, они могут приносить более высокие проценты. Так что же это? Как? Что? Что за инвестиции? Как не потерять бабки? Смотрите, для начала я вам скажу, о чем надо помнить, прежде чем вы станете инвестировать. Первое что? На вас не должно быть кредитов и долгов. Перед тем, как двигаться вот в эту успешную жизнь, закройте все свои вот эти вот дыры, все свои энергетические утечки, так скажем. Почитайте вообще, посмотрите, но если на вас висит какой-то долг, какой-то кредит, это очень сильно отнимает вашу денежную энергию, согласно законам денег. Вот, закрывайте все эти дыры. Все, закрыли дыры, следующий пункт. У вас должна быть финансовая подушка, которую вы не будете никуда вкладывать. То есть, ну, желательно, чтобы эта подушка была минимум полгода вообще в вашей обычной жизни, чтобы в любом случае вы смогли спокойно прожить полгода. Эти деньги должны лежать, вы не должны при любой какой-то неприятности в них лезть, тыкаться и так далее. То есть, это ваша подушка безопасности. И третий пункт, если вы инвестируете, то вы должны быть готовы инвестировать там на от полугода, а желательно там на 5, 10, 15 лет. В этом случае инвестиции могут принести реально большие проценты от ваших вкладов. Итак, все, давайте. Смотрите, у нас есть брокер. Брокер это своего рода посредник, объясню максимально таким простым языком. Вы открыли магазин игрушек, у вас там есть теперь оформленный статус ИП. И вы теперь как ИП, даже в метро, кто знает такой магазин, вам как ИП дают карточку, и вы можете зайти в этот оптовый магазин. Но если вы обычный человек, вы не можете туда попасть. То есть, туда может зайти вот только оформленный человек. И вот как раз таки брокер это оформленный посредник, у которого есть лицензии, у которого есть всякие вот эти вот кучи, тонны бумаг. И он может спокойно совершать сделки на бирже. То есть, грубо говоря, вы совершаете сделку с брокером, вот с этим посредником, а он уже за вас. Без такого посредника вас просто-напросто не выпустят на вот эту вот оптовую базу, потому что вы не оформлены, грубо говоря. И вот как раз таки на вот этой вот оптовой базе, на вот этом вот рынке, с которым мы можем сотрудничать благодаря брокеру, продаются у нас акции, облигации и всякие-то фонды. Сейчас расскажу, опять же, простым языком, чем они отличаются. Смотрите, когда вы покупаете акцию, вы покупаете, грубо говоря, часть компании. То есть, у нас по миру там может быть просто миллион совладельцев Apple. Вы купили акцию, все, вы акционер. Если вы возьмете, например, там 50% этих акций, вы уже сможете что-то решать. То есть, вот выпущено определенное количество акций. Вы взяли там 50%, вы можете что-то решать. Но так как вы покупаете одну акцию, и ваша доля слишком маленькая, решать вы ничего там не можете. Ну, согласитесь, было бы странно, если бы там Apple собирала вот такой вот всех акционеров, миллион штук, огромный круглый стол, и все такие, так, надо вот так вот улучшить, надо вот так. Нет, это не так работает. Как обидно. Там есть совет директоров, ну, это все дичь, короче, в которую не стоит углубляться, это слишком сложно. У нас есть облигации. Облигации — это когда вы даете в долг. Облигацию у нас может выпустить либо государство, либо какая-то компания. Например, опять же, давайте на примере там компании Apple. Apple хочет открыть новый офис в каком-то городе, но у них не хватает средств. Для этого, грубо говоря, они берут кредит у народа, они выпускают облигации, ну, под там 10%, а кредиты могут дать под 15%. Естественно, им проще эти 10% отдать тем людям, которые у них купили облигации, которым они дали в долг. И поэтому это достаточно распространенная схема, так скажем, и облигации, они более надежные, чем акции, но потенциально могут принести меньше дохода, чем акции. Кстати, забыла сказать про акции, что есть еще вариант заработка на дивидендах. То есть некоторые компании платят дивиденды раз в квартал, раз в полгода, раз в год, там раз в два года. Каждая компания сама решает, в каком объеме и когда выплатить дивиденды людям. Это тоже там может быть 6-7%, 10-15% и так далее. Сама компания это решает, и вы никак это не предугадаете. В любом случае, я потом буду снимать видео, где во все вот эти тонкости углублюсь, потому что сегодня моя цель, чтобы хотя бы нарисовать вам вот это очертание. Но сразу скажу, те, кто сейчас думает, вот, надо покупать ради дивидендов, когда компания выплачивает дивиденды, на следующий день цены акций падают ровно на такую сумму, сколько выплатили дивидендов. Чтобы не было вот этих торгашей, которые купили акции ради дивидендов, продали, такие вот, типа, я в плюсе в шоколаде. Все бы давно уже были миллионерами с такой схемой. И есть еще третий вариант, это ETF-фонды. Это фонды, которые владеют несколькими компаниями. Например, вот для чего это делается? У нас есть акция, которая стоит там 1000 долларов, но вы не можете ее купить. Но вот этот ETF-фонд, он покупает там 10 таких акций, там 10 таких, 10 таких. И в итоге вы покупаете у него часть всех сразу акций. То есть фонд сам распространяет, куда он вложит, как все сделать, как распределить инвестиции. А вы просто вкладываете и тоже. Это достаточно такой стабильный заработок, если вы выбираете сразу правильное направление. Еще я знаю один секретик, как на акциях именно зарабатывать и как выбирать те, которые реально принесут доход. Есть там теория, и эта теория подтверждается, что там акции Теслы, акции Амазона слишком сильно переоценены. И сейчас там идет сильный-сильный взлет, там инвесторы просто баснословные доходы получили. Но по факту этот мыльный пузырь лопнет. И есть один интересный показатель, который поможет определить, будет вообще компания расти адекватная вообще цена сейчас на акции или нет. И если вам интересно, напишите, я сниму подробное видео, как подобрать акции, которые вам через полгода, через год, через два принесут доход. Так, давайте подведем итоги. Биржа — это огромный рынок, где вы можете купить ценные бумаги. Но чтобы купить эти ценные бумаги, вам нужен брокер. В России, например, там есть Тинькофф Инвестиции, Альфа, ВТБ. Да, у каждого банка практически есть свой брокер. Естественно, они делают это не бесплатно за какую-то комиссию, там, за каждую сделку. У всех брокеров условия разные. Поэтому, чтобы выбрать себе подходящий тариф, почитайте у всех, кто что предлагает. Я думаю, что вы придете к какому-то компромиссу. Акции — это доли в компании. Облигация — это долг государству или какой-то, опять, компании. И ТЭП-фонд — это когда фонд просто закупает много акций разных компаний в разных отраслях. И вы за это также получаете какую-то прибыль. Я даже не знаю, что еще добавить. Это вот такой вот максимально простой скелет, который вам поможет сделать первые шаги в инвестициях. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх. Жмите, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok